Вон там какая хищная птица сидит, большая. Даже не знаю кто это, но очень интересно понаблюдать. Орел может какой-то или перкут, коршун, ястреб. У меня в планах перейти с этим рюкзаком эту Сок-реку вброд. Всем привет! Вы на канале Рубикон. Добро пожаловать! А я выбрался в поход. Нахожусь сейчас около реки Сок. Это небольшая речка, но с быстрым течением и чистой водой. В ней очень много всяких ракушек и рыбы водится. Сейчас я все буду снимать, показывать. Еще даже вещи не успел все распаковать. Только-только вот сюда добрался, вытащил штатив и камеру, чтобы начать уже снимать видео. Предстоит еще ставить палатку, готовить немного места для палатки. То есть вот так вот выглядит место, в котором я останавливаюсь. Я просто вот так разворачиваю камеру и вот уже то место, где я планирую ставить палатку. Вот мои вещи тут с краю. И где-то вот здесь вот, я думаю, поставлю палатку. Сейчас я начну подготавливать место, поставлю таймлапс. В общем, наблюдаем. В общем, палки какие-то короткие, мне кажется. В принципе, палки я брал как обычно, по длине. Но здесь из-за того, что неровная поверхность, здесь такая ямка. Палки показались мне коротковатые. Поэтому я сейчас возьму, новый найду. Таймлапсик уже, к сожалению, переписывать не буду. Лишь продемонстрирую, что мне пришлось сделать, чтобы штатив стоял надежно. Я прям подвесил на него пятилитровую баклажку с водой. Вот так эта вся конструкция выглядит. Главное надежно. Ладно, сейчас найду палки новые подлиннее и доделаю установку палатки. Итак, установка палатки завершена. Я сделал две оттяжки. Прикрепил их прям к веткам. Это здесь в районе ног и в районе головы. Оттяжки есть для тента. Но в этой палатке такая конструкция, что тент крепится в этом месте как раз и к внутренней палатке. То есть чуть-чуть поднимая тент, вот этими оттяжками, вы поднимаете тем самым внутреннюю палатку, увеличивая внутренний объем. Это очень удобно. Вот так выглядит река Сок. Я повторю, это очень небольшая река. Вот ширина ее буквально метров 30, наверное. Но она реально очень быстрая. Течение настолько сильное, что лично у меня не хватало сил даже удержаться. На одном месте меня сносило. Правда, я был в сланцах. Но тем не менее, я повторюсь, она очень быстрая и чистая. В ней очень много ракушек. Они выглядят вот как мидии. Сейчас я поближе их покажу. Ну или попозже. В общем, я их в любом случае вам покажу. А сейчас можно видеть вот по волнам, по разводам на воде, какое здесь течение. То есть течение реально сильное. Вот эти ракушки здесь водятся. Они тут походу вымылы их что ли на берег, я не знаю. Если кто помнит картинку, где там два аквариума. В одном вот такие ракушки и вода прозрачная. А в другом вода мутная. То если верить той картинке, здесь должна быть очень чистая вода. Потому что эти ракушки, судя по всему, очищают воду. Это хорошо. Но вид здесь, конечно, вообще обалденный. Место суперское. Да, там вон на той стороне вообще такой большой пляж. Это однозначно песок. Я думаю, сейчас здесь везде погруть. Сейчас я попробую перейти реку. Так, я вот тут вот нашел интересный такой момент. Если приглядеться, то видно такие полосы под водой. Разводы. Оказывается, это ползают вот эти вот как раз ракушки. Вот я сейчас одну возьму. Вот она ползет. Я даже не понимаю, откуда там у ней ноги есть. Или как она там, как улитка, наверное, внутри сидит. То есть вот эта штука, вот она как раз вот эти следы оставляет. Вот я ее сейчас на место положу. Но она сейчас, конечно, не побежит, наверное, не поползет. Но через какое-то время сейчас, наверное, двинется. Очень интересно. Я и не думал, что они так перемещаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ай, круто! Вообще круто! Да, ну надолго так не хватит, конечно, грести в таком темпе. Хотя очень хорошо тренироваться. Прям на одном месте. Никуда не смещаюсь. Очень удобно. Круто! А вот с этого дерева, наверное, попрыгать в воду, понырять очень хорошо было бы. Только, наверное, там глубины нет. Там по колено. Эх, вон там, наверное, щуки ловятся. Только туда на лодке надо и с якорем. Потому что течение сильное. Но место зачетное. Солнечная батарея заряжает телефон. Палаточка. Бездуговая палатка. Очень легкая. Очень обалденно. Я очень рад, что приобрел эту палатку. Ого, какие птички. Это аисты или я даже не знаю, кто это. Но интересно. Они, кстати, очень пугливые. Вон они рыбу ловят. Один следит за обстановкой, а второй ловит рыбу. А потом, наверное, наоборот будут. Очень интересно. Вон там какая хищная птица сидит. Большая. Даже не знаю, кто это, но очень интересно понаблюдать. Орел может какой-то или беркут, коршун, ястребь. Кто знает, обязательно напишите в комментарии. Ну-ка, если я помашу ей, она сделает что-нибудь, нет? Она головой просто часто начинает вращать. Забавно. Уже ночь. Полная ночь. Я установил фонарик. Вот как-то так он там висит у меня. Но я его настроил, прям он у меня идеально ровненько, прям вот так вот светит, куда надо. У меня там вон горелка. Все это дело там разогревается сейчас. Мне нужно еще разок покушать, потому что я тушенку за раз не смог съесть. Там банками этими. В общем, на два делить по-любому приходится. Все, поход мой подходит к концу. Я уже вытащил вещи из палатки. Скоро начну собирать ее. У меня в планах перейти с этим рюкзаком эту сок-реку вброд. Перетащить рюкзак на ту сторону, чтобы не обходить. Дело в том, что я сюда добирался, я обходил вот этот лес. А сейчас я хочу вот здесь вот прям, так сказать, срезать. Сейчас палатка подсохнет, я начну ее собирать. Вот и все. Вещи я собрал. Рюкзачок. Вода я сейчас ее и вылью. Мусорный пакет. То есть все готово. Сейчас я буду переходить рюкзак в брод. От этой водички лучше избавиться, потому что она уже не нужна. Я оставил немного питьевой. А эту бутылку, пустую, я хочу привязать к рюкзаку. Но прежде всего, я хочу окупнуться. Ой, круто. Ну все, теперь можно пристегивать баклажку к рюкзаку на всякий случай, чтобы если его даже унесет, чтобы он не утонул. Вот. Хотя там огромный этот, пенопластовый коврик, я думаю, он все равно не утонет. На всякий случай, лучше я ее пристегну и пойду. Ну вот и все. Мой поход подошел к концу на сегодня. Благодарю всех за просмотр. С вами был Андрей. Не болейте. До новых встреч. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова